В эфире Народное Славянское Радио. Добро пожаловать! В эфире Народное Славянское Радио. Добро пожаловать! При помощи пчелоужаливания возможно лечение настолько разносторонних заболеваний, и это обусловлено свойствами самого пчелиного яда. Давайте в самом начале рассмотрим свойства пчелиного яда, из чего он состоит. Не подробно, а так в общих чертах, потому что более подробную информацию можно получить где угодно и на просторах интернета. А сегодняшнюю программу, я думаю, целесообразнее будет посвятить именно практическому применению и использованию пчел в пчелоужаливании. Ну да, так коротко начнем, и потом дальше поподробнее. Да, в состав пчелиного яда входит порядка 50 биологически активных веществ, каждый из которых по-своему воздействует на наш организм. При этом в его составе содержится более чем 20 аминокислот, содержатся различные белки, жироподобные минеральные вещества, металлы и так далее. И благодаря свойствам, содержащихся в нем химических элементов, этим и обуславливается свойство самого пчелиного яда. Но при этом следует отметить, что сам пчелиный яд на настоящий момент до конца еще не изучен. И действия пчелиного яда на человеческий организм, именно положительные действия пчелиного яда, тоже до конца не изучено. Современная наука уделяет совсем мало внимания такому полезному веществу, как пчелиный яд, заменяя его какими-то иными химическими веществами. Но что касается противопоказаний в действии пчелиного яда, то здесь основным противопоказанием является специфическая непереносимость пчелиного яда организма человека. Это выражается только лишь в одном случае, в приступах анафилактических шоков, когда у человека наступают приступы удушья, обусловленные вскипанием кислорода в крови в легких. И человек в этом случае может погибнуть. Для того, чтобы предотвратить, не дай бог, если уж это произошло, в принципе здесь ничего сложного нет. При тяжелых общих симптомах больному необходимо уложить в постель и назначить внутрь 40% алкоголь, то есть водку. Если там нет именно водки, в принципе не важно, что, лишь бы было примерно 40 градусов. Если будет больше, то ничего страшного. Мы здесь не пропагандируем потребление алкоголя, а это случай именно предотвращения смерти человека. В этом случае... Тот редкий случай, когда вот это можно употребить. Потому что многие говорят, ну вы же что противники, не противник. Надо применять просто по месту и во время. Конечно, да, по месту и во время. Так вот, это тот случай, когда алкоголь, 40% алкоголь будет являться практически единственным средством, которое быстро и безотказно позволяет вывести человека из состояния анафилактического шока. Существуют, конечно, еще анафилактические аптечки и так далее, уколы, инъекции. Но это необходимо, чтобы рядом постоянно находился специалист, доктор, врач-реаниматолог, который мог все это быстренько применить. А если вы находитесь в поле или на пасеке самостоятельно и с кем-то из вас или с вами, не дай бог, случились какие-то такие неприятные последствия, то 40% алкоголь лучше в этом деле помощник. Так вот, вытеваем от 25 до 100 миллилитров в зависимости от массы тела. Если масса тела невелика, допустим, ребенок, то это где-то 25 миллилитров. Если это взрослый человек, то там до 100 и иногда, в принципе, даже до 200 миллилитров. Но принимает человек алкоголь и затем его следует уложить в постель. Еще подчеркнем, что первое, это крайний случай, когда у человека начались приступы. Вот только в этом случае алкоголь применяется. А не так, что думаете, вас кто-то там укусил, вы побежали сразу в завод и пьете. И именно второе. Да, и к ребенку будьте осторожны всегда, потому что алкоголь на детей может воздействовать так, что они могут от алкоголя загнуться даже от малой дозы. Вот это вот тоже надо иметь в виду. Это тоже, да. Но в том случае, если ребенок уже умирает, то как-то можно начать с меньшей дозы. Там, не знаю, с 15 миллилитров. Вот она, в принципе, доста... И существует еще состав, который будет более полезен. Здесь делают смесь 20 грамм меда на 200 грамм алкоголя. И принимают где-то от 25 до 50 грамм внутрь. Это более полезно. То есть, более лучшие действия. Нужно отметить, что всегда при лечении пчелами необходимо употреблять мед. Там от 50 до 100 миллиграмм в сутки. Ну, миллилитров. Такое важное дополнение, что если пчелами лечим, то в этом случае пчелиный продукт тоже применяем. Да, обязательно. Это обязательно. И основное противопоказание, когда лечимся пчелами, это никакого спиртного и никакого курения. То есть, если вы будете лечиться пчелами и курить, и употребляете спиртное, то все лечение, можно сказать, пойдет на смарку. И впоследствии уже, после того, как приступ прошел, можно отпаивать человека примерно таким составом. В один литр кипяченой воды растворяется 100 грамм меда и 500 миллиграмм витамина С. Смесь балтывается, перемешивается и закрывается в стеклянной посуде на холоде. Ну и дается пить по стакану. Человеку примерно где-то с разницей в час-полтора. Для того, чтобы он потихоньку отходил. Либо же в этом случае можно отпаивать человека содовым раствором. Мы берем пол чайной ложки соды, заливаем его кипятком. Добавляем потом еще 100 миллилитров теплой воды. В итоге получаем 200 миллилитровый содовый раствор. Его пьем, он тоже уже впоследствии снижает действия, вредные действия. Вот пчелиного яда при такой неспецифической реакции организма. Это что касается противопоказаний. Сразу давай тогда еще вопрос зададим, который, наверное, возникает у наших радиослушателей многих. Если ты лечишься пчелами, то возможно ли лечиться, например, укусами осы или муравьиным ядом? Точно так же. Или это совершенно разные вещи? Муравьиным ядом можно лечиться, а укусами осы лечиться не стоит. На практике никакого не выявлено лечебного эффекта после укуса осы, кроме раздражающих болезненных ощущений в теле. А муравьиными укусами лечиться можно? Там присутствует муравьиная кислота, которая благотворно действует на наш организм. Она же присутствует и в пчелином яде в различных пропорциях. Но методы лечения немножко разные. При лечении муравьиными укусами необходимо попасть в непосредственную зону деятельности муравьев, находиться рядом с муравейником, чтобы они обильно покусали. Есть даже методы лечения обнаженным полностью подвергнутся укусам муравьев по всему телу обширным. И покатилась стада маза. Понятно. Все, поняли, с муравьями завязали. Переходим, возвращаемся к пчелам. Но пчелами показания какие? Это, в принципе, абсолютно обширные показания. За счет чего? За счет того, что пчелы нормализуют, понижают кровяное давление. Пчелиные укусы благотворно действуют на суставы. Пчелиные укусы благотворно действуют на нервную систему. Пчелиные укусы благотворно действуют на воспалительные процессы. Пчелиные укусы действуют прекрасно как обеззараживающее вещество. Как антисептик. Кстати, такой интересный момент, что 1 мл пчелиного яда мгновенно стерилизует ведро воды, а 50 литров стерилизует в течение 30 секунд. 1 мл пчелиного яда получается примерно из 3-4 пчел. Так что можно, используя яд 3-4 пчел, простерилизовать ведро воды практически мгновенно, сделать его пригодным для питья. Еще один вопрос, который, наверное, тоже возникнет по ходу. Насколько это гуманно использовать живые организмы для своего лечения или стерилизации, как ты говоришь, и всего остального? Ну вот, ты знаешь, в тибетской медицине у них не приветствуется использовать в лечении живые существа, которые погибают в процессе этого лечения. Действительно, пчелы погибают, но погибают, можно сказать, частично, условно. Все зависит, как к этому относиться, потому что в человека попадает пчелиный яд, и он становится как бы частичкой человека. И, можно сказать, так и пчелка передает часть себя нам для того, чтобы помочь нам выздороветь. Те, кто занимается пчелолечением, да и все пчеловоды знают, что возможно разговаривать, договариваться с пчелами. И я, допустим, в своей практике практикую договоры с пчелами, да, то есть, ну, что я о вас забочусь, я вам помогаю, даю кровь, даю подкормку, что-то еще, но вы мне помогаете в лечении и позволяете вас использовать для оздоровления. Ну, в принципе, вот только так. Можно как бы для самоуспокоения. А так, ну, конечно, очень жалко, пчелки погибают через какое-то время после того, как жалят человека. Ну, вот такой вот у них рог. Хорошо, вопрос тогда такой. А ты избирательно как-то к пчелам подходишь или хватаем первую попавшуюся? Ведь известно, что пчелы живут довольно-таки так интересно. У них есть подростковый, средний возраст, рабочая пчела, потом та, которая уже стареет, ну и потом уже замор происходит. Вот как ты пчел выбираешь для этого? Ну, обычно вот пчелохранец, то есть те, которые находятся возле литка. Рабочих пчел я обычно не трогаю. Малышей тоже вот таких мохнатеньких не трогаю. А уже таких взрослых, стареньких, черных, с черными, скажем так, не брюшками, а грудками. Почти уже которые достигли предела своей жизни, да? Да, да, таких пчел. Хорошо, хорошо. Ну что, давай дальше по теме разбираться. Давай. Ну, дальше можно поговорить о том, к примеру, как воздействуют пчелы при лечении различных заболеваний. И куда их ставить, каким образом вообще пчелу ставить. Начнем с того, каким образом пчелу ставить. Значит, начинать пчелолечение необходимо, ну, естественно, перед этим осмотреть человека и понять, ну, или там своего знакомого, родственника осмотреть. Понять, что с ним действительно происходит, какой болезнью он болен и в какой помощи он нуждается. Затем, после того, как вы установили, в чем причина его заболевания, ну, или примерно поняли, что у него болит, где у него болит. Сам он это рассказал. Вы начинаете прикладывать ему пчел. Причем прикладывать пчел можно как в само болезненное место, где человека болит и беспокоит. Так пчел можно представлять и в биологически активные точки. На человеческом теле. В проекции этих органов. Ну, можно, в принципе, в проекции этих органов, в биологически активные точки. Мы для постановки пчел используем пинцет. Берем пчелу в области грудки пинцетом аккуратненько. И приставляем к необходимому нам месту. После этого пчела жалит. Где-то, ну, можно, в принципе, сразу отнимать пчелу от тела. Она оставляет там жало. Можно дать какое-то время, буквально, там, 10, может, там, 5-10 секунд, чтобы пчела посидела на теле. И потом уже ее отнимать. В тот момент, когда вы будете отнимать пчелу от тела, у нее оторвется жало. Оно останется в вашем организме. Если вы производите пчелу ужаление детям, то здесь целесообразно наблюдать за реакцией кожных покровов в месте ужаления. Если вокруг поставленного жала возникает такая пульпочка с ровными очертаниями, там, овала или круга, значит, это все нормально. А если появляются на коже такие лучеподобные узоры, так называемые изображения, то это может свидетельствовать об аллергической реакции. И для того, чтобы предотвратить эту аллергическую реакцию, желательно еще минут за 15 предотвратить возможную аллергическую реакцию. Желательно минут за 15 до постановки, за 15-20 минут, напоить человека содовым раствором. На практике установлено, что применение содового раствора перед процедурой пчелу ужаливания, оно снимает риск нежелательных последствий. Снимает такую реакцию пчелиного яда в организме человека, как загущение крови, то есть агрегацию форменных элементов. И протекает гораздо мягче. Если же вы, опять же, возвращаясь к ранее сказанному, увидели такую узор на коже ребенка или взрослого человека после первой постановки, то даете выпить ему соды. Если наступают какие-то негативные последствия, уже тогда принимает алкоголь. Продолжая по поводу лечения, количество пчел, которые мы ставим человеку, периодичность пчел, с которыми мы ставим человеку, это все сугубо индивидуально. Забегая вперед, скажу, что лечение пчел продолжается до достижения человеком терапевтической дозы. И по достижению терапевтической дозы мы находимся в этой дозировке порядка от 5 до 10 сеансов. И затем можно либо прекратить, либо начинаем потихонечку снижение. Но все, что я сейчас говорю, это я исхожу из своей собственной практики, те методики, которые я использую. И эти методики на практике дают положительные результаты. Так вот, допустим, мы поставили одну пчелу, первую. Первая пчела – это всегда пробная пчела. Мы ставим ее примерно на время от 5 до 15 секунд. И наблюдаем за реакцией самого человека. Мы наблюдаем за реакцией кожных покровов. Первая пчела – это всегда пробная постановка. Причем вне зависимости от того, что вам говорит человек. То есть он сам может быть пасечником, он сам может быть пчеловодом, бортником, как он себя угодно называет. Он может заявлять, что он там постоянно бывает где-то возле пчел, что его пчелы все время кусают, и ничего с ним не случается. Так вот, верить в этом случае не нужно. Все равно первая лечебная постановка пчел – это всегда от 5 до 15 секунд пробная. Вторая постановка идет тоже пробная. Ставятся уже две пчелы, но уже ставятся на более длительный срок, от 20 секунд и до минуты, двух минут. И опять же наблюдается за проявлением на коже, за поведением и ощущениями самого человека. И уже с третьей постановки уже можно начинать непосредственное лечение. Что касается мест постановки, то существуют места постановки пчел, которые необходимо затрагивать в любых аспектах лечения. То есть какую бы вы болезнь ни лечили, все равно туда нужно ставить. Следует обратить внимание, что пчелы в основном воздействуют на нервную систему, на нервное окончание и на костную ткань. И на костную ткань, и также на сосуды. Это наиболее лучше подвергающийся лечению области применения пчелиного яда. И в этом случае целесообразно всегда ставить пчел на область копчика, крестца, на область седьмого шейного позвонка, на области ягодиц. То есть это если мы рассматриваем какие-то заболевания ног, в том числе, потому что седалищный нерв там проходит, на область позвоночника. Даже при лечении каких-либо органов, там, брюшной полости или грудной полости, все равно ставим на позвоночник. И желательно в те места, откуда идет иннервация этих органов. Ну, это можно посмотреть по таблицам. Вот. И таким образом мы активизируем нервную систему, делаем ее более чувствительной. Причем есть на практике установлена такая закономерность, что при первых постановках пчел человек, пациент, как бы не особо чувствительный к этим укусам. Как бы это сейчас, может быть, не звучало. Но первая пчела наименее болезненная. И впоследствии, когда пчелиный яд начинает уже действовать на нервную систему, то нервная система становится более чувствительной. И функции ее восстанавливаются, работа ее выравнивается. И человек становится более восприимчивым к пчелиным укусам. И то, что раньше ему казалось не особо болезненным, то теперь эти укусы он может воспринимать достаточно так болезненно и сильно. Они могут оказаться очень даже болезненными. Дальше, значит, по поводу количества пчел, что нас требуется сказать. Вот мы поставили первую постановку пробную, там одна пчела, потом вторую пробную, две пчелы. И затем мы можем действовать как? Мы можем наращивать количество пчел в постановках, либо по одной добавлять. То есть, следующая постановка будет три, потом четыре, потом пять пчел и так далее. Есть такая система. Она разработана еще величайшим советским ученым и ойришем. Она исследовалась и другими его последователями. Последователями, в том числе, ну, у него достаточно было последователей и Комаров, и Эрштейн, и Бадалин, ну и так далее. Так вот, они разработали такую систему и местами постановки считали области предплечий и бедер. И выставляя туда даже уже пчел, то есть непосредственно на болючие места, там где болит, а вот на предплечье и на бедра, они тем самым воздействовали на весь организм и лечили человека. Но в своей практике, ну и в принципе многие другие апитерапевты, кто занимается лечением пчел, они используют сейчас уже иную систему лечения, более современную. Мы ставим по биологически активным точкам, мы ставим на болезненные места, ставим на проекции, ставим в области ран. Так вот, помимо наращивания по одной пчеле, мы можем наращивать в прогрессии. То есть первая, допустим, уже такая лечебная постановка, мы ставим, допустим, 2 пчелы, потом можно поставить 4 пчелы, потом можно поставить 6 пчел, потом можно поставить 8, потом, допустим, там 10-11, потом 14, к примеру, там, потом, допустим, 17, потом 20. И вот таким образом увеличивать количество пчел. До какой степени мы увеличиваем количество пчел? До той поры, пока не наступит упомянутая выше терапевтическая доза. Что значит терапевтическая доза? Это то количество вещества пчелиного яда, при нахождении в организме которого у человека наступает повышение температуры. Ну, в принципе, повышение температуры – это основной признак, а остальные сопровождающие, то есть озноб, может быть, какой-то лёгкий тремор в организме. И вот, когда вы достигли этой терапевтической дозы, то дальнейшей постановке следует продолжать, придерживаясь уже вот этой терапевтической дозы, вне зависимости от того, наступает ли повторный результат поднятия температуры у человека или нет. И здесь уже количество пчел, которые вы ему выставите, в принципе, зависит от рода заболевания человека и от массы тела человека. И здесь необходимо наблюдать за самим человеком, необходимо наблюдать за функциями печени человека, потому что пчелиный яд, как токсин, он всё равно при его избыточном содержании в человеческом организме может вызвать интоксикацию и нанести некоторый вред. Поэтому параллельно с лечением пчелами, когда вы используете большое количество пчел при постановках и уже достаточно обильно человеку выставляете их и делаете это достаточно часто, допустим, два или три раза в неделю, то необходимо следить за функциями печени, за функциями почек, вообще за состоянием организма человека, параллельно наблюдать. Можно увеличивать вот таким вот образом. В моей практике были случаи, когда за один раз я ставил по 75 пчел, когда приходилось даже по 80 с лишним пчел за одну процедуру выставлялось. И таких процедур было три раза в неделю. При случае пациент был с болезнью Бехтерева. Если кто не знает, это болезнь, когда человек сковывается позвоночник, сковывается спина, и он ходит вот как в панцире, не может даже повернуть шею, и ему приходится поволчьи поворачиваться так всем корпусом. И подобное количество пчел при постановках давало ему облегчение, и постепенно, постепенно вот эта скованность спины уходила, чувствительность увеличивалась, и через какое-то время у человека наступило уже резкое улучшение. Ну и окончательное излечение не произошло по причине того, что он прекратил лечение в этом случае и перенес там на другое время. То есть он впоследствии пройдет повторный курс. Также другой был пациент, ему выставлялось там тоже порядка по 55, ближе к 60 пчел за одну процедуру. Причем у этого пациента наблюдалась такая интересная ситуация. Первоначальный запрос был с жалобой на почки и на боли в области мочевого пузыря. В принципе постановки пчел делались с этим акцентом, воздействуя на мочеполовую систему и на биологически активные точки мочеполовой системы. В результате пациент полностью выздоровел. По роду деятельности ему приходилось ежегодно проходить медкомиссию. Ранее при прохождении медкомиссии у него диагностировали вирус герпеса, диагностировали кисты в почках. При прохождении очередной медкомиссии непосредственно после пройденного пчелолечения у него не диагностировали кисты и у него не диагностировали вирус герпеса. Врачи, конечно, были в шоке. У него интересовались, каким образом он избавился от этого. Так что, помимо непосредственных воздействия на нервную систему и удаления вируса герпеса, а нам известно, что вирус герпеса имеет место в обитании нервное окончание, и пчелиный яд воздействия на организм человека, на нервную систему, избавляет человека от вируса герпеса. В принципе, в современном мире известны два средства, которые 100% избавляют человека от вируса герпеса. Это пчелиный яд и это перекись водорода в определенном соотношении. Не между собой, а это есть раствор солодовниковый. Там используется вода, используется чайная ложка перекиси водорода и чайная ложка отвара корня солодки. Все это перемешивается, выпивается, таким образом тоже убивается вирус герпеса. Но пчелиный яд в этом случае не менее полезен. И вот задокументированный такой случай был удаление герпеса при помощи пчелиного яда. Кстати, в современной медицине вирус герпеса считается неизлечимым заболеванием. Они его могут только залечить, куда-то загнать внутрь за счет усиления иммунитета, но вылечить не могут. А вот пчелиный яд может. То же самое касается и кист, которые были у этого пациента в почках. Опять же, с точки зрения современной медицины, кисты лечатся у нас только хирургическим путем. И никак иначе. Однако же, пчелиный яд успешно всегда раз за разом справляется с кистами. Это, по крайней мере, мое мнение такое, что благодаря своим именно дезинфицирующим свойствам, как мощный антисептик, он просто-напросто вот эти кисты уничтожает. Не уничтожает, а так подвергается, что они исчезают в организме человека. То есть, он их побеждает. Что касается, может быть, такого очень важного для мужчин заболевания, как простатит или половая слабость, здесь пчелы тоже действуют просто великолепно, прекрасно. Вот один из последних пациентов, мужчина в возрасте за 60 лет, он жаловался на половую слабость, жаловался на непроизвольные мочеиспускания, ходил в памперсе, вот в таком состоянии он пришел. И пройдя курс лечения пчелами, он имел стойкую половую мужскую силу, причем отказался от употребления различных таблеток с надобия, а до этого он ими пользовался. Принимал какие-то таблетки для эрекции, чтобы почувствовать себя сильным в этом отношении. И по прошествии лечения пчелами он уже и без всяких таблеток обходился естественными функциями своего организма. А также и непроизвольное мочеиспускание ушло, и функция мочеполовой системы в этом случае восстановилась. Естественно, все, о чем я говорю, следует понимать, что лечение пчелами совмещалось с методами висцеральной терапии, совмещалось с методами работы с животом. Поэтому я понимаю это как неразрывный метод, что здесь славянский, старославянский метод, что пчелы издревле мы использовали. Поэтому я здесь их не разделяю. То есть постановка пчел выглядит примерно таким образом. Я разминаю живот, разминаю ту область живота, на которую необходимо воздействовать пчелами, и уже после этого делаю туда постановки пчел. Еще целесообразно при лечении пчелами ставить человеку содовые капельницы в вену. Я раньше уже упоминал о том, что употребление содового раствора перед пчелоужаливанием очень эффективно и снимает возможные негативные последствия. Так вот, если перед постановкой пчелоужаливания вы поставили еще капельницу соды в вену, то это в разы увеличивает ваш позитивный, положительный и лечебный эффект от постановки пчелиного яда и максимально обезопасит вас. Причем желательно, когда вы делаете большие постановки пчел, то есть, допустим, по 50, по 70 пчел ставите, я рекомендовал бы в этом случае вам обязательно использовать соду внутривенно. Это не говорит о том, что без нее могут наступить какие-то негативные последствия. Нет, но желательно ее иметь для того, чтобы пчелиный яд настолько сильно не загущал кровь, не создавал проблемы ни для каких органов, не затрудняя кровоснабжение. Что касается, возвращаясь к ранее описанным, к примеру, заболеваниям мочеполовой системы, куда в этом случае мы представляем пчел? Пчел в этом случае мы представляем обязательно на копчик-крестец, область копчика-крестца. Причем туда можно сделать первую постановку. Затем вторая постановка делается уже на область почек со стороны спины. Мы находим почки со стороны спины. Найти их несложно. Это находим границу нижних ребер человека, немножечко отступаем от позвоночного столба, примерно на расстоянии 3-4 пальцев. И получаем примерно почечную область. И вот прямо туда ставим пчел. Затем мы ставим пчел в область лобка. Мы ставим пчел, как говорится, между тестикулами мужчины и анусом. Вот в этот промежуток пространства. Там есть пустое такое пространство. И вот именно под тестикулы ставим туда пчел. На лобок ставим пчел. Обставляем на ягодицы ставим пчел. И при обильной постановке пчел, вот именно в такую паховую область, бывают даже такие случаи, что вирус герпеса, а именно вирус герпеса зачастую, в большинстве своих процентов случаев, бывает причиной, которая вызывает половую слабость или проблемы мочеполовой системы. Ну и прочие другие инфекции. Так вот, эти инфекции выходят в виде пузырей, в виде таких своеобразных волдырей. На моей практике был случай, когда женщина, которая жаловалась на бездетность при лечении пчелами, а также обставлялась паховая область пчелами, у нее вирус герпеса вышел на одной из ягодиц в виде такого своеобразного цветка из волдырей. Посередине был такой большой, достаточно большой желтый волдырей, вокруг него поменьше беленькие волдыри. Вот такой вот интересный цветок. Такая ромашка получилась. Хорошо, давай прервемся на музыкальную паузу и потом по теме продолжим. Светло-светлая И украсно украшена Земля русская И многими красотами Удивленная си. Озер многими Удивленная си. Реками, плодезями Место честными Горами крупными Колома высокими Покровами счастными Богами дивными Смерями различными Стицами бесчисленными Горами великими Горами великими Горами великими Дами церковными Князьями грозными Всем, кое с ним сполынена, земля русская, о право верная, вера христианская. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Итак, мы продолжаем разговор. Напомню, что сегодня 15 октября 2015 года, четверг, 24 день месяца божественного начала, 7500, 24 лето, третейник, лечение пчелы ужалением. Такова наша тема. Главный соведущий Арират Захар Белинский. Хочу обратить внимание на песню, которая прозвучала. Здесь в этой песне указывается на то, что в древних рукописях вера христианская называлась «Вера права верная». Это как раз текст из древней рукописи. Не православной, как сейчас ее называют, а правоверная. Итак, прошу всех людей в нашем чате принимать участие активнее в обсуждении этой темы. Я думаю, что некоторые вопросы у вас все равно так или иначе появляются, несмотря на то, что кое-что я уже задал Арираду. Тем более, что этот эфир мы решили попробовать провести более сжато. Поэтому времени на эфир трехчасовой мы уже не выделяем, а будем стараться сжимать его, чтобы более точно доносить тему. Ну что ж, продолжаем разговор. Да, продолжаем. Единственное, я сразу же хотел ответить Лютобору, прочел его вопрос на чате. Тогда подожди, надо его тогда озвучить, потому что ты прочел, но наши радиостушители не слышат этого вопроса. Ситуация такая, что Лютобор, как достойный человек, пишет о том, что вообще, конечно, злодейство использует пчел на их же погибель, не говоря уже о том, что их популяция и пестовостремительно сокращается. Мне еще с детства было известно, что пчелы, в отличие от нас же, после того, как жалят, ну и в отличие от ОС, после того, как жалят кого-либо, сразу же погибают, потому что в то время, будучи ребенком, относился к ним с любовью и уважением. И так далее, и тому подобное. И заканчивается, что нельзя это делать, потому что вот такой подход к пчелам, это как в присказке «Убей бобра, спаси дерево», честное слово. Вот теперь он может отвечать. Да, я хочу ответить Лютобору, что когда я решил заниматься пчеловозжаливанием, я завел у себя четыре семьи пчел. Это минимум где-то 60 тысяч пчел. Каждая семья содержит от 10 до 20 тысяч пчел. То есть, в среднем, семьи у меня развиты в летний период, в зимнем, там, конечно, численность их сокращается, но в любом случае это где-то порядка 60 тысяч пчел постоянно. При этом для лечения я использую, ну, может быть, максимум, максимум где-то 1,6 от этого числа. И в этом случае каждый пчеловод, каждый доктор, который занимается лечением пчел, он обязательно заводит их своих и увеличивает, наоборот, популяцию, размножает их. И, мало того, он улучшает экологию вокруг того места, куда он их приносит. Потому что, и я хочу сказать, что чем больше докторов, чем больше лекарей будут заниматься пчелоужаливанием, тем больше пчел будет на нашей планете. Потому что, опять же повторю, что каждый лекарь, который занимается пчелоужаливанием, заводит своих пчел, заводит их в избыточном количестве и использует от них лишь ничтожно малую часть. Тем более, как мы выяснили, да, помимо того, что заботится, что берутся пчелы, которые уже отживают свой век, и так или иначе через несколько дней они уже уйдут из семьи и сами погибнут. Это вот самое главное. И на это я обратил внимание. И как раз Рират ответил, что именно, да, берутся уже старые пчелы, отживающие свой век. Ну, естественно, что какие-то убытки семья терпит, но не в таком большом количестве. А еще такой вопрос. Ведь замор пчел – это известная такая тема, которую многие знахри поднимают. А что, если брать тот же самый замор, который в большом количестве присутствует после зимовки, и спиртовой вытяжку делать или спиртовой настой, а потом растирать, протирать и так далее? Да, можно по-разному делать. Можно на спирту настаивать, можно на масле, можно делать из этого мазь, добавляя там либо глицерин, либо вазелин. Вот я в своей семье и своим пациентам рекомендую просто их перетирать и добавлять по чайной ложке в пищу. Ну, вот примерно тем самым я тоже пробовал, экспериментировал и настойки делал, и там вытяжки различные. Правда, в пищу еще не добавлял. Но я понимаю, что от этого польза есть. А насколько разнится польза от замора и от того, что живая пчела укусит? Ну, во-первых, в заморе там на самом деле пчелиный яд может быть уже испарен, то есть он на самом деле испаряется на солнце. Ну, не на солнце, но со временем, если пчела будет не живая. В подморе количество пчелиного яда может быть гораздо меньше, нежели у живой пчелы. И потом возраст пчелы, потому что чем, скажем так, старше пчела, тем более активный у нее пчелиный яд, больше его количества. А подмор, в принципе, он бывает разного возраста. И наиболее полезен именно зимний подмор. Те пчелы, которые у нас погибли за зиму, и весной мы их собрали, потому что зимние пчелы, более крепкие пчелы, если кто-то их внимательно рассматривал, у них даже брюшка у зимних пчел несколько больше, чем у обычных летних пчел. И срок жизни, продолжительность жизни зимней пчелы составляет порядка 9 месяцев, в то время как срок жизни обычной пчелы составляет от полмесяца до двух месяцев максимум. Эти зимние пчелы снабжены более обильным количеством питательных веществ. Поэтому зимний подмор более полезен, чем обычный. Ну, хотя бы в пищу, когда принимаешь, все равно какие-то элементы получаешь сюда. Ну, не какие-то, а достаточно большое количество. И в том числе очень важный элемент, такой как хитозан. Минимум хитозана мы получаем. И хитозан очень важен для всего нашего организма и в особенности печени. Ладно, хорошо. Значит, мы открыли для себя такой еще способ. Если совсем что-то не хочет использовать живых пчел, то доставайте тогда замор, запасайтесь, и у вас будет возможность и применять внутрь, и настойки делать, и вытяжки, и крема, для того, чтобы в случае чего помазать то место, о котором мы сейчас отговорили. Или те места. Давай дальше. Так, ну, так же я хотел обратить внимание на то, что при помощи пчел очень хорошо лечить зрение и различные заболевания органов зрения, ну, то есть глаз. Здесь мы ставим пчел, ну, непосредственно на область шеи, на область головы. При этом мы понимаем, что если, к примеру, зрение было ухудшено в связи с тем, ну, к примеру, в связи с тем, что почки у человека больны немножко, потому что почки, когда болят, они напрягают мышцы шеи, мышцы шеи пережимают сосуды, там, нервные окончания, которые нервируют область головы, крова, там, глаза и так далее. Поэтому тут все равно мы воздействуем на почки, когда лечим глаза, ну, и в большей степени, конечно, на область шеи, это область седьмого шейного позвонка, на заднюю поверхность шеи. Хочу обратить внимание, что на боковую поверхность шеи как-то ставить пчел не особо рекомендуют, и также нежелательно ставить пчел на с левой стороны, на место пересечения ключицы и вот этой вот ключично-сосевидной мышцы, передней мышцы шеи. Вот в эту область нежелательно, потому что там находится нервный пучок, каротидный синус, который кровоснабжает сердце, фу, не кровоснабжает, а иннервирует сердце, управляет работой сердца, и туда вот именно в это место нежелательно пчелу ставить. А так, задняя поверхность шеи, пожалуйста, область седьмого шейного позвонка, область нижней границы черепа, область бровей, верхних бровей, посередине верхних бровей, очень активные точки. При этом даже когда туда ставишь, настолько сильное происходит воздействие на зрение, что человек начинает воспринимать окружающий свет как очень яркий. То есть у человека прямо в момент пчелиного укуса настолько улучшается, обостряется зрение, что он воспринимает все цвета более ярко, чем в обычном состоянии. Потом в область переносицы, вернее, расстояние, область между бровей, между бровей, над переносицей, вот такое место. Это и область, проекционная зона печени в том числе. Ну и для глаз там очень хорошо. Затем на скулы, на верхнюю часть скул, за глазами вот сюда мы ставим пчелок. Мы ставим пчелок за уши, ключично-сосевидные отростки. Сосевидные отростки за ушами есть вот такие у нас, как отросточки такие. Вот на переднюю поверхность, вот перед ушами, перед ушами, вот если ухо сложить, как бы вперед натянуть, и вот самая дальняя точка попадет вот в это место. И на так называемые ворота головы, то есть, что я имею в виду, мы проводим две средние линии по черепу, одну как бы посередине лба, и вторую как бы от ушей. И получаем на верхней точке их соприкосновения, пересечения родничок, сюда ставим, на родничок ставим пчел, и ставим пчел буквально два пальца над вершиной уха. С одной и с другой стороны это боковые будут ворота головы. Значит, верхняя точка родничок – это верхние ворота. В области, где начинается волосяной покров, это будут передние ворота. И сзади у нас мы имеем вот где у нас на черепе такой задней, с тыльной стороны черепа такой как бы шишечка такая маленькая есть. Вот на эту шишечку тоже ставим пчел. То есть обставляем голову в пяти точках, в пять ворот. И таким образом мы воздействуем на зрение. Среди моих пациентов, в принципе, стабильно случаются результаты резкого улучшения зрения. От 50 до 100% улучшения. На 50, на 70% зрение улучшается. Причем независимо, плюс или минус. Пчелиный яд настолько эффективно действует на зрение, что, в принципе, аналогии даже в современной медицине, возможно, кроме хирургических методов, нет. Вот. В этом случае есть какие-то вопросы по поводу лечения зрения пчелами? Ты знаешь, по поводу лечения зрения пчелами, это, наверное, очень актуально для современных людей. Но мне кажется, ты достаточно подробно рассказал. А если, например, те же самые места, сделать какой-то концентрированный такой раствор из того же замора, да, или, ну, кто не хочет замор исполнить живых пчел, надоить, как вот там доят этих ползучихся гадов и замазать на этих точках? Можно. Можно вообще, можно, конечно, как бы извлекая пчелиный яд, безопасным способом воздействовать на эти точки. Пожалуйста, будет хорошо. Вот. Есть способ такой извлечения пчелиного яда, при этом пчелы будут оставаться живы. Мы собираем пчел в банку, сверху берем тряпочку, пропитанную эфиром, накрываем, и пчелы, когда подвергается воздействию эфира, они, ну, в общем, начинают жалить стекло и спускают свой яд на стекло, ну, и потом засыпают. Пчелы мы оттуда вытряхиваем, они все оказываются живые, и просто из них был извлечен пчелиный яд. И потом со стенок баночки, в баночку, вернее, наливаем немножко водички, промываем, смываем все это, и затем выпариваем, и у нас остается сухое вещество пчелиного яда. Затем это сухое вещество извлекаем из этой баночки в нужную нам посудинку, разбавляем небольшим количеством воды и получаем концентрированный пчелиный яд. Если кто-то вот хочет гуманный способ получения пчелиного яда, то вот такой. Ну, скажем так, относительно гуманный, потому что все равно издевательство на пчел не производится, но во всяком случае… Ну, они живы. Да, они остаются живы. И такой вопрос, а если, например, человеку не обязательно живого выпаривать, да, потому что при выпаривании все равно происходит потеря каких-то ценных веществ. К примеру, смыли с этой баночки, получили довольно концентрированный раствор, а потом дальше, например, добавили в крем или какое-то безопасное вещество, которое потом можно использовать. Можно, в принципе, и так же консервировать. Конечно, да, конечно. Можно прямо в эту баночку, допустим, вазелина добавить и именно вазелином как-то со стенок поснимать все, что там есть. И это будет концентрированный, уже действительно обогащенный пчелиным ядом состав. Это очень полезно. Напомню, что у нас чат работает, мы принимаем вопросы в чате. И я смотрю, здесь вот так активировались и переписка, и вопросы стали появляться. Поэтому давай мы тему пройдем, а дальше по вопросам, как мы планировали в конце передачи, будем отдельно устроим получас там или сколько нам нужно, чтобы ответить на все вопросы. Давай, давай. Что касается дальше постановок пчелиного яда, единственное, нужно учесть, что при постановке пчел на голову, конечно, возникают отеки. И это не очень приятно, не очень комфортно для человека. Поэтому нужно быть к этому готовым, что у вас может, скажем так, опухнуть, как говорят в простонародье, лицо. Это, может быть, будет не очень красиво, особенно женщины на это жалуются. Но, тем не менее, это эффективно, это лечебно, это полезно. Что касается постановок для лечения зрения. Что касается, к примеру, использования пчел по поводу лечения вирусных заболеваний, я сказал, по поводу половой слабости и кист мы обсудили, что ставим пчел на, допустим, если это кисты в почках, на область почек активно вставляем. Если это кисты яичников, ставим на яичники активных пчел. Если это какие-то кисты в почках, ставим на область правоподреберья, область печени пчел. И, таким образом, пчелы эти кисты убирают. Затем можно обсудить достаточно такой важный аспект пчелолечения. Это лечение суставов. Пчелы настолько важны здесь и настолько незаменимы в этой области, что заменяют операции, заменяют искусственные суставы, восстанавливают костные покровы. Причем даже если артрозы, там уже с большими последствиями. Если уже даже не там сетчатый, буквально кость такая. Пчелы при помощи свойств пчелиного яда восстанавливают суставы, восстанавливают подвижность суставов. И отпадает надобность в операции, отпадает надобность замене этих суставов. Вот здесь переоценить свойства пчелы вообще невозможно. У меня был пациент, девочка, которая не могла ходить. У нее был полиартрит, вот такие большие опухшие коленки. И родители буквально носили ее на руках. Ребенок был лишен возможности двигаться. И при постановке пчел на вот именно проблемные места, на коленке девочки, через какое-то время она начала ходить, а затем она начала и бегать, и вернулась к обычной подвижной жизни ребенка. Таким образом ребенок был спасен. И вот переоценить вот эту радость в глазах человека, которая возникает после того, как он обретает, опять же скажу, не без божьего промысла, вот эти все прежние функции, когда ребенок снова может ходить, это непередаваемо, конечно. Тогда давай сейчас вернемся. Вот девочка, все-таки, ну ребенок вообще маленький человечек. Ему ставишь несколько пчел. Насколько дети переносят легко или сложно эту постановку? Ведь это же ужалюнь, это щипет, это колет и так далее. Это щипет и колет, конечно, это все очень субъективно. Насколько ребенок сам настроен, насколько ребенок сам готов. Но вот эта девочка, она была достаточно уже взрослая, ей было порядка 12 лет, она уже была осмысленная. Вот, и как бы она к этому подходила сознательно. Она готова была терпеть, она терпела. Ее родители ее в этом поддерживали, находились с ней рядом. В данном случае ей было легко. Но была и другая пациентка, девочка, ей было порядка 4 лет. Да, где-то порядка 4 лет у нее было кривошея. Здесь тоже использовались пчелы. Вот, ей было, конечно, больно. Больно, она плакала в этом случае. Конечно, там родители ее успокаивали. Она тоже понимала, что это ей поможет. Она соглашалась. Но, тем не менее, ей было больно. В этом случае, что можно сделать для того, чтобы облегчить эту ситуацию для ребенка? Есть два способа постановки. Значит, либо через платочек, либо через родителя. Что мы делаем? В первом случае, мы нагреваем своим дыханием платок носовой. Ну, или любую трепицу, ветошь. Подносим к нагретому месту пчелу. Пчела путает нагретое место с телом. Жалит этот платок. Мы тут же извлекаем из платка это жало при помощи пинцета. И приставляем ее к телу ребенка. В этом случае мы теряем минимум где-то половину пчелиного яда. Но при этом мы теряем практически полностью эту муравьиную кислоту, которая дает эффект жжения при пчелужалении. В этом случае пчелиный укус и постановка пчелы ребенком переносится легче. Практически безболезненно. Но и, конечно, оздоровительного эффекта здесь меньше. Это первый случай. А второй случай. Можно поставить родителю пчелу. То есть пчела жалит родителей. Тут же у родителей эта пчела изымается и ставится ребенку. В этом случае тут тоже все это болючее вещество. Оно уходит в родителя вместе с частью полезного вещества. Ну, а что остается уже представляем ребенку. Вот так будет менее болезненно, но менее эффективно. Гуманный способ, скажу тебе, особенно на родителях. Начало родителю. Раз допустил... Нет, а что? Раз допустил у ребенка болезнь, значит, твоя вина. На, получай. А ребенку уже остатки. Ну, а на самом деле, как по-другому? Если ребенок болеет, то, друзья мои, это прямое указание на то, что что-то не так с родителями. Дети в малом возрасте, когда болеют, это в первую очередь на родителя надо смотреть. Значит, получай. А то, что вот ты говоришь, представлять жало, если в платочек теплый, нагретый, она выпустит его. В этом случае прям протыкать кожу жалами или просто прижать к этому месту? Нет, протыкать, протыкать. Но все равно какая-то боль остается, потому что протыкает. Как от укола. Не от укола, как от уколчика. Просто жало же у пчелы очень-очень маленькое, тоненькое. И там как комарик буквально, такое ощущение. Вот. Не больно. Хороший вариант. Ну, вот видишь, уже какие-то раскрываются моменты. Лучше поставить, например, там 10 пчел вместо 5, да? Но при этом ребенку не будет так сильно больно. А какие-то, может быть, психологические варианты воздействия на ребенка, чтобы не было так больно? Или, может быть, как иначе, например, похлопать то место, куда будет ставиться? Ну, если, конечно, возможно, похлопать, я про голову не говорю. Одновременно, вот мы приставляем пчелу, приставили, она укусила. И вот место, куда она укусила, мы постукиваем пальчиками вокруг этого места. И таким образом болезненность проходит быстрее. И еще для того, чтобы снять болезненность, можно в это место, куда пчела укусила, поставить вакуумную банку. И тогда болезненность от пчелы проходит гораздо быстрее. Практически не чувствуется. То есть, пчела ужалилась, мы пчелу отняли и тут же приставляем в вакуумную банку и создаем там внутри некоторое давление. И так тоже меньше чувствуется боли от вкуса. Хорошо, хорошо. Давай дальше продолжать, если что-то еще есть сказать по этому вопросу. Есть, конечно. Значит, по поводу зрения мы рассмотрели. Что касается, вот, хотел сказать по поводу так называемых, вот, еще раньше, в 50-х годах 20-го века считалось, что если после постановки пчелы возникает отек, то, значит, у человека имеется противопоказание к пчелолечению. Я в своей практике, ну и другие ребята, кто занимается пчелуужаливанием, вы пришли к выводу, что это на самом деле не так. И, в принципе, здесь можно опереться даже еще так же снова на мнение советского ученого Иориша, который говорил о том, что если у человека появляется отек после постановки пчелы, это свидетельство того, что его организм обладает достаточно большим запасом различных вирусов, бактерий и всего остального. То есть загажен достаточно сильно. И отеков при постановке пчел бояться не следует. Это норма, это нормально. К ним нужно относиться с пониманием. Иногда эти отеки, возникая после укусов пчел, они могут создавать дискомфорт тем, что они сильно чешутся, тем, что они как бы греют, пекут вот таким вот образом, там пульсируют как-то. Это нормально. Что происходит в этот момент? Часто это бывает сопряжено, ну практически всегда, с наличием вируса герпеса в организме. Вирус герпеса встраивается в иммунную систему человека. И здесь происходит такая вот иммунная реакция, когда организм через иммунную систему фактически блокирует пчелиный яд, он его капсулирует в виде отека, получается такой отек, и дозирует его поступление в организм. И здесь нужно понимать, что раз отек появился после укуса пчел, значит с большой долей вероятности у вас есть вирус герпеса. Но при этом следующая постановка пчел должна производиться уже после того, как первичный отек сойдет. То есть мы поставили пчелу, отек сошел, тогда делаем следующую постановку. И желательно не ставить пчел, пока еще не сошли предыдущие отеки. Возможно ставить уже пчел, когда на месте отеков образовались просто там какие-то красные пятнышки. Тогда следующую постановку пчел делать возможно, допустимо. Но пока отек не сошел с предыдущей пчел, нежелательно. Или же можно ставить пчел в другую часть тела, достаточно удаленную от первой. Если, к примеру, мы поставили пчелу на ступню, у нас произошел отек на ступне, и он длится там достаточно долго. А так бывает. Но я имею в виду, может там и 4 дня, и неделю, при различных запущенных случаях, быть отек после того, как пчела ужалила. При этом мы можем продолжить ставить пчелу на живот, на спину, на плечи куда-то там при этом. И в принципе никакой проблемы в этом не будет. То есть, зона должна быть достаточно удаленной от первичной области. Если же мы при отеке будем ставить пчелу снова в отечное место, мы можем получить какие-то осложнения. Поэтому туда ставить, вот если отек не сошел, в это место ставить пчелу не нужно. Что касается, опять же, использования пчел при различных заболеваниях. Есть такое известное и, к сожалению, достаточно распространенное заболевание, как подагра. Подагра, опять же, связана с почками, с функциями почек. Но нас прежде всего интересует лечение этих болезненных последствий, которые возникают обычно на правой ноге. Первоначально, там, у нас в области сустава большого пальца он становится болезненный, воспаленный. Появляются какие-то тофусы. То есть, вот такие вот места скопления кристаллов мочевой кислоты, которые вызывают болезненные ощущения из-за того, что вот сами кристаллы таким образом структурированы. Что при соприкосновении с телом они больно уколят, и у человека появляется болезненность. Так вот, мы ставим пчел при подагре на почки, мы ставим пчел при подагре на крестец, и мы обставляем пчелами непосредственно болезненные места на ногах и на кистях рук. Вот эти тофусы, которые появляются, вот прям в них и около них ставим пчел. Есть даже в летописях описанный случай, когда у Ивана Великого, или как его называли там иностранцы-поляки, которым он водкой запрещал торговать грозным, и за 7 лет, за 7 постановок, а в некоторых вариантах и за 7 пчел, его излечили от подагры. Вот такая вот ситуация. По поводу лечения подагры. Что касается, значит, по поводу суставов, мы сказали, по поводу, хотел бы обратить, по поводу лечения различных нервных заболеваний, по поводу лечения ревматизмов, полиартритов. Опять же, мы ставим пчел на нервную систему, на нервные окончания. Там, где они у нас проходят, на нервные пучки, и таким образом лечим это все. Что касается, к примеру, таких заболеваний внутренних органов, там кишечник, какие-то заболевания сосудов, вот, к примеру, ишемия брюшной части аорты, то есть, это когда уже стенка сосуда склерозируется и возникает болезненность в этой области. Мы ставим пчелы на область живота, то есть, в область пупка, правее, чуть левее, в сам пупок, и таким образом размягчаем эту зону и улучшаем. Мы можем снимать при помощи пчел отеки кишечника, там, отек сигмовидной кишки, отек слепой кишки. Ставим пчел на непосредственно вот эти зоны, на подвздошной области, где расположена сигмовидная, где расположена слепая кишка. То есть, мы пчел ставим не только на спину, ноги, шею, но также и на живот. Чрезвычайно аккуратно нужно относиться к постановке пчел на область груди, на сердечную область, в принципе. Но при этом можно ставить пчел на, вот, к примеру, при каких-то воспалительных процессах, там, в легких, при воспалительных процессах, в бронхах. Нужно опасаться того, чтобы не ставить пчел на мягкое небо. Это достаточно опасная процедура, там, не дай бог, на, как-то так, изнутри. В ротовой полости мы можем поставить пчел на небо над зубами. Жесткое небо, да. Таким образом, мы будем воздействовать через пчел непосредственно на сами зубы, на состояние десны, вернее, не на небо, на десну мы можем поставить. На состояние десны. И через состояние десны мы можем воздействовать на состояние желчного пузыря, потому что десны являются проекционной зоной желчного пузыря. Вот. Ну и, опять же, на состояние зубов можем так воздействовать. Кариус, конечно, не пройдет, но, в целом, мы можем профилактировать дальнейшее развитие этого заболевания, его распространение. Давай еще прервемся. До музыкальной паузы у нас подошла. А дальше поговорим про зубы, про кариус и все, что с этим связано. Хорошо. Продолжение следует... Разбилось солнце на куски об ледяной покров небес. Упали звезды на пески, и звук твоих шагов исчез. Того, кто верен был себе, кто покорил вершины скал. В луны прозрачном серебре, ты свою тайну разгадал. Судьбы твоей храня молитвы, ты земли диких покорял. И один сам на поле битвы плечом к плечу с тобой стоял. Литые губки наши братья поднимут в честь твою мой герой. Искал безмолвные объятья, отступят под твоей рукой. В грустальном пламени рассвета исчезнет боль твоих потерь. На плелом лень и тьмы и света свободным возродит отберь. Отверстий страх, развея грезы, вернешься ты в твоей судьбе. И только след упавших звезд оставит имя на песке. Луны холодной серебро осколки солнца охладит. В твоей свободе торжество лишь скал твердыня сохранит. И только след упавших звезд оставит имя на песке. Субтитры создавал DimaTorzok Народное славянское радио Потому что мы славяне Народное славянское радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 15 октября 2015 года четверг. Или по одному из древних календарей. 24 день месяца божественного начала. 7500-24 лета. Отсоверение Мирже в звездном храме. Тритейник. Лечение пчелы ужаленьем. Главный соведущий Арират Захар Белинский. Продолжаем разбирать нашу тему. Напомню, что работает чат. Вопросов там достаточно большое количество. Если вы видите, что дату, которую я назвал, она совпадает с тем, что у вас на календаре. Можете в чат заходить и свои вопросы писать и общаться с теми, кто присутствует в чате. Ну, для начала, для затравки следующей части. Такой небольшой анекдот вспомнил. Одного мужчину в расчетливой национальности укусил на пляже в причинное место пчела. Доктор показывает. Он говорит, ну, ничего, ничего, всего страстного. Сейчас мы тут вам таблеточку дадим. Боль пройдет. Потом, значит, опухоль пройдет. Говорит, нет, подожди, доктор. Ты мне вот что, опухоль-то оставь, ты мне боль сними. Ну, вот. Давайте продолжаем. Что еще у нас есть для ополнить? Ну, давай, может, на вопросы пока ответим. А там уже по ходу дела. Потому что дополнить тут можно очень много. Разговаривать достаточно долго, практически бесконечно по поводу пчел. И то, что они могут лечить. Там достаточно большое количество вопросов накопилось уже. Ну, хорошо. Давай. Значит, здесь, кстати, возвращаясь к тому моменту, когда мы относились к пчелам достаточно гуманно. То, что сейчас принято. Когда, в общем, так жалели их. То надо сказать, что в заповедях в древности есть такое упоминание о том, что жизнь человека дороже жизни живого существа другого. И поэтому, если жизни человека угрожает опасность, то в этом случае можно пренебречь некоторым заповедям и уже пожертвовать жизнью животного для спасения человека. Это касается и вкушения живого существа, и лечения за счет его и так далее. Поэтому вот надо выбирать. Здесь такая очень тонкая грань. Если вы спасаете человека, то тогда, да, можно принести, ну, в кавычках, жертву живое существо. А если просто вы занимаетесь тем, что улучшаете свой образ жизни, и, как вам кажется, что-то хотите там улучшить, и при этом уничтожаете другие существа живые, это, конечно, неправильно. Итак, Олег пишет. Большинство пчеловодов у нас держат пчел сезона до зимы, потом замораживают. Вот я не очень в такое верю, потому что пчелиная семья стоит денег, хотя бы, да, с этой точки зрения, и просто потом уничтожит семью для того, чтобы весной опять покупать новую. Как-то мне в это не верится. Ты такие факты встречал? Нет, я... Нет, ну, ты знаешь, я встречал такие факты, но среди дачников. Те, кто... Это не пчеловоды, это, как бы, дачники. Любители, они покупают одну, ну, там, один, максимум два улика, и ставят их на своем дачном участке, пчелы собирают мед, и в процессе сезона они забирают просто, забирают все улики, лишают пчел меда, ну, и оставляют пчел на произвол судьбы. Но это не пчеловоды. Таких людей назвать пчеловодами нельзя, их никак не назовешь. Это просто любители, люди, покупающие вот таким образом, так безответственно относящиеся. А настоящий пчеловод, он всегда бережет своих кормилист, своих пчел, и каждый пчеловод, кто держит большое количество пчел, это фактически фанат. Фанат пчел, тот, кто беззаветно любит своих пчелок. Что касается пчелосовхозов, когда это государственные предприятия, то там возможны варианты, но это, опять же, не пчеловоды, это, как бы, это конвейер, это системное предприятие, которое соответствующе как само ведет и, соответственно, своему существу, так и к пчелам относится. То есть у нас сейчас две беды. Это дачники, которые решают таким образом получить свой собственный мед и уничтожают тех, кто этот мед им принес, то есть поступают, как свинья, под дубом. И в этом случае их ожидает то же самое, что большинство свиней ожидает в этой жизни. Сразу такое предупреждение. Или это конвейерное производство, и мы знаем, что конвейерное производство с животными – это самое отвратительное, что может быть на свете. Так, дальше. Давай дальше, Олег, задает вопрос. Как пчеловоду? Пчеловод задает вопрос пчеловоду. Хотел несколько лет назад заняться пчелами, но остановило то, что многие знакомые пчеловоды страдают заболеваниями сердца, особенно те, кто занимались сбором пчелиного яда. Действительно, частое и большое поступление пчелиного яда приводит к таким серьезным повреждениям организма. Ну, есть действительно среди моих знакомых пчеловодов люди, которые страдают заболеванием сердца, но это, скажем так, не выражено самими пчелами, а выражено приемом алкоголя. Тем, что некоторые пчеловоды, несмотря на то, что занимаются пчелами, пчелы их жалят, они употребляют алкоголь. Я ранее говорил, что ужаление пчелами, алкоголь и курение несовместимы. Естественно, когда пчела жалит, и при этом человек употребляет алкоголь или курит, то у него в организме могут наступать вредные последствия. Плюс пчелы способствуют агрегации форменных элементов крови, то есть когда кровь слипается. Естественно, когда кровь более густая, то сердцу тяжелее перекачивать ее по сосудам. И здесь, опять же, я говорил по поводу соды, что употребление соды снимает этот негативный фактор. При этом, что пчелы способствуют слипанию форменных элементов крови, но при этом они действуют, снижают свертываемость самой крови. То есть кровь становится менее свертываемой, чем ранее, чем без укуса пчел. Вот такой вот парадокс. Да, здесь надо просто, наверное, разобраться, по какой причине возникают проблемы с сердцем и с другими органами. Может быть, просто мы выпускаем как раз вот эти моменты, что человек употребляет наркоту всякую в себя, вливает и от этого страдает, и ищем какие-то другие причины. Друзья мои, смотрите на жизнь так, как она есть, а не так, как вам это кажется или хотелось бы, чтобы она такая была. Если человек травит себя каким-то пойлом, то в этом случае смотрите проблему именно в этом ищите, а не в том, что человек общается с пчелами. А уже общение с пчелами, если его жалят, когда он в себя что-то влил, а алкоголь, он хранится несколько дней в организме, до нескольких десятков дней в организме воздействия на человека, то это означает о том, что следствие употребления этой дряни, они в крови присутствуют. Это и гроздья кровяные, слипшиеся этроциты и прочее, прочее, прочее. Если, как правильно сказал Дарьерат, человек получает укус пчелиного яда, ну, дозу пчелиного яда, то в этом случае последствия непредсказуемы. Вот это надо понимать. А мы все время пытаемся найти там какие-то другие причины. Давайте зрить в корень. Употребил гадость, на, получай. И вообще, не только с пчелами, когда работаешь, трудишься, нельзя употреблять алкоголь. А вообще по жизни зачем эту гадость себя вливать? Давай дальше. Здесь переписка идет от Арковинова. Согласен с Летобором. Нынешний пчеловод – это потребители, причем зверские. Промышленное получение меда направлено на увеличение взятка в ущерб его качеству и здоровью пчелой семьи. Я думаю, что здесь даже комментировать нет смысла. Все и так понятно. Я согласен. Дальше. Летобор увеличивает, увеличивает. Толку в этом нет. Для природы толку никакого, потому как на волю их не упускают, а также держат у себя. Но это тоже. Здесь надо разобраться. Конечно. Пчелы – это вообще вольные существа. И улики открыты постоянно. Никто их насильно не держит. Когда пчелы решают улететь с того места, где им не нравится, они роятся, собираются в рой и летят, ищут себе новое место жительства. Но никто пчел не привязывает. Они в свободном полете. Они, скажем так, свободные существа. И такого понятия, как держать пчел у себя, кроме как по их собственному желанию, невозможно. Ну, давай здесь я им дополню чуть-чуть. Все-таки привязывать можно. Привязать, когда просто берется матка, сажается в определенную клеточку маленькую и относится в то место, где пчеловоду выгодно, чтобы они поселились. То есть, в новой улей. И по запаху, по ферментам пчелы находят матку и прилетают туда. И через какое-то время матка выпускается из этой клеточки, и пчелы уже обживают в этом месте. Вернее, обживают новые улей. И если, естественно, им эта улей не нравится, то они могут выглядеть. Вот только такой способ привязки существует. А когда роение происходит, это говорит о том, что семья просто делится и тесно в одном уле становится, одни вылетают. Ну, или когда роение, или когда пищи мало осталось в улике, или когда улик не приспособлен, ну, и так далее. Они по-разному бывают. Почему роятся? Ну, как правило, у нормального пчеловода, как правило, вот деление, когда происходит, они роятся и улетают. А у ненормального там все что угодно может произойти. Мы-то сейчас про нормальных людей говорим. Ну, да. И, в принципе, роению можно не препятствовать. Они как... Ну, все равно во время роения улетают старые пчелы, молодые пчелы остаются, и там семья, можно сказать, омолаживается. Ну, сроились, размножились, улетели. Я, в принципе, особо и не препятствую. Решили как бы улететь. Ну, улететь. Пожалуйста. Кто-то поймает новый рой, может быть, там займется пчеловодством, да? Ну, да. Хорошо. Так, это понятно. Давай дальше. Викингус пишет. Есть вопрос в эфир. Распишите подробнее курс лечения ишиаса, воспаления седалищного нерва. Отец около месяца назад почувствовал боль от копчика и вниз по всей ноге, но в больницу на рентген идти не хочет. Можно ли определить визуально, как лечиться? Ведь причины разные могут быть ее возникновения, перехлаждения, грыжи и прочее. Ну, действительно, причины могут быть разные. В любом случае, можно начинать, начиная с копчика обставлять пчел и обставлять по всей поверхности седалищного, ну, в смысле, по ходу расположения седалищного нерва обставлять постепенно пчелами. И проходят болезненные ощущения. Ну, а вот с точки зрения определить причины как-то можно или все-таки лучше, чтобы врач сказал причину? Ну, лучше все-таки, чтобы специалист об этом сказал. Хорошо. Но, во всяком случае, лечение пчелами не повредит. Правильно я понимаю? Нет, не повредит никоим образом. И тогда возникает вопрос. Сейчас очень много всяких мазей, где написано на основе пчелиного яда. Можно ли таким мазям доверять? Или все-таки там какая-то химия? И действие их не совсем то, которое человек предполагает. Ну, я иногда использовал мазь апизотрон. Она достаточно хорошо действовала, выполняла ту функцию, которая на нее была возложена. А остальные мази, то есть, нужно смотреть, может быть, состав, сколько там действительно самого пчелиного яда и что там используется. По идее, по закону должны писать состав. Если там действительно есть апитоксин, то можно использовать. Ну, и, наверное, закон закону рознь, да, как некоторые говорят, закон как дышал, куда повернул, туда и вышло. Вопрос другой, что если мы говорим о том, что эта мазь содержит пчелиный яд, надо себе задаться вопросом, а откуда этот яд там появился? Каким образом доились эти пчелы? То есть, их давили просто, выдавливали? Или вот применялся тот самый способ, когда при помощи эфира пчел вводили состояние, когда они просто начинали выбрызгивать яд и потом засыпали? Я думаю, что, предполагаю, что в большинстве случаев с пчелами не считаются, вот когда яд добывают. Поэтому, если вы хотите самостоятельно получить лекарства из пчелиного яда, то вы можете более гуманно относиться к пчелам. А вот когда промышленность, то там в промышленных условиях к пчелам отношение будет такое, как к сырью и не более того. Так, давай дальше. Есть вопрос в эфир. Прошу расписать курс лечения при нарушении кровообращения нижних конечностей. Ну, при нарушении нижних конечностей, ну, что здесь? Тут нужно опять же разобраться, почему нарушение кровообращения нижних конечностей. В любом случае, это подвздошные артерии каким-то образом, может быть, пережаты, поддавлены, нарушен приток, либо нарушен отток крови. И здесь, если уж так подойти, в принципе, в общем плане, то это постановка пчел на область живота, начиная от пупка и ниже всю паховую область нужно обставлять подвздошные части и заднюю часть, заднюю поверхность. Это область поясницы, область ягодиц, ноги. И вот начиная от пупка и вниз туда к ногам, вплоть до самых ступней, в область прохождения крупных сосудов, артерий, все это обставлять. Но прежде всего нужно понять, почему это произошло. Может быть, там подвздошная, сигмовидная или слепая кишка, отечная, они поддавили брюшную, там не брюшную, а подвздошные артерии. Может быть, нарушена проходимость самой брюшной части аорты. Может быть, там ишемия, может быть, не дай бог, там окклюзия. В эти места нужно понимать, почему. Может быть, просто из-за состояния желудка, из-за, грубо говоря, дисфункционального болезненного состояния желудка нарушилось кровоснабжение нижних конечностей. Из-за состояния желчного пузыря может нарушиться кровоснабжение нижних конечностей, потому что нарушится моторика пересталить, как кишечник, и кишечник под своей тяжестью опустится в область таза и прижмёт, пережмёт эти артерии, которые кровоснабжают ноги. И тут, в принципе, сколько ты пчёл на эти сосуды не ставь, но пока кишечник в порядок не приведёшь, кровоснабжение ты не восстановишь. Тут нужно вот эти вещи тоже понимать. Потому что пчёлы пчёлами, действие пчелиного яда очень мощное, но нужно понимать процессы сами, причину возникновения заболевания. Очень важно. То есть подходить надо к жизни ведически, то есть комплексно не просто какую-то взяли прыщик и его лечите, а подходить так, чтобы понимать организм – это цельное такое создание, и если прыщик скачал здесь, это не обязательно, что здесь и проблема. Проблема может быть в другом совершенно месте и одно с другим взаимосвязано. Так, давай дальше. Алексей, женское и мужское бесплодие. Можно бы подробнее об этом, как, видимо, лечить женское и мужское бесплодие? Значит, ну, по поводу мужского бесплодия я уже рассказывал, что ставить пчел на область почек, ставить пчел на область паха, ставить пчел на область между тестикулами и анусом. Можно ставить пчел на сами тестикулы, можно ставить пчел на половой член, то есть это в любом случае эта область паха обставляется у мужчин. У женщин тоже самое, только единственное, при лечении женского бесплодия обставляется область яичника, обставляется область матки, обставляется это спереди, ставятся пчелы на губы большие и малые, ставятся пчелы на область клитора. Почему туда ставятся? Потому что область клитора это проекция матки у женщин, там большие и малые губы, это проекция яичников, там с правой и с левой стороны, ставятся пчелы на область ягодицы, на центр ягодиц, это также проекция области матки у женщин, то есть обильно вставляются опять же паховые области, паховые области, области почек, потому что мочеполовая система единая и целая. Вот. Да. Да. Ну ладно, не буду комментировать, так дальше Викингус пишет. Спасибо за информацию про лечение зрения, но вот еще такой вопрос. Вы говорили про кисты в почках, а существует еще какая-нибудь болезнь, как кистозно-полипозный гайморит, то есть кисты в носу. Можно ли ставить пчел на нос? Конечно можно. Можно, но нужно быть готовым к тому, что нос станет большой. Вот. Это так, конечно, можно и должно помочь обязательно. И причем станет большой не как у Пиноккио, не вперед, а во все стороны. Во все стороны, да. Потом главное уметь смотреть себе под ноги, потому что будет зеркальная болезнь явно проявлена, и вы уже будете вниз намного сложнее смотреть. Ну и еще нужно понимать, что там гайморовые пазухи, они находятся немного в других местах, там не сама переносится. И вот обставлять область гайморовых пазух тоже. Проекцию. Вот туда ставить. Здравия с ведущим. Каково влияние пчелиного яда на свойства воды? PH-факторы другие. Благодарю за ответ. Признаюсь, я не замерял, но поскольку пчелиный яд, я могу предположить, что пчелиный яд дезинфицирует, вернее, поскольку он дезинфицирует, то PH-фактор в любом случае будет щелочной. Потому что только щелочная среда, она уничтожает вирусы и бактерии. А пчелиный яд – прекрасный антисептик. Скорее всего, среда его будет щелочная. Что касается заряда, то я не могу ничего сказать. Возможно, заряд будет даже и положительный, потому что именно мертвая вода является хорошим дезинфектором. То есть, окислительный восстановительный потенциал, скорее всего, положительный, а PH-фактор, возможно, щелочной. Но, опять же, следует вспомнить, что мертвая вода имеет PH-фактор кислотный. То если ОВП положительный, то, скорее всего, и PH-фактор тоже будет кислотным, одноименным. Но можно, кстати, действительно провести измерения с помощью тестовой бумаги и потом более развернуто ответить на этот вопрос. Да, вдруг там что-то меняется. Интересно, да? В этом смысле. Хорошо, дальше. Аркуинон. Как-то недавно была информация, что один пчеловод устроил спальню-купе над несколькими ульями. Результат положительный. Сон улучшился. Наблюдались некоторые улучшения вообще самочувствия, энергичность и так далее. Да, видел такие ролики. Там даже рассказ, как самому это сделать. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Это вообще супер, здорово. Если есть такая возможность, сделайте обязательно. Помогает воздействовать, успокаивает нервную систему колоссально. И мы же знаем, что все болезни у нас от нервов. Поэтому человек будет лечиться просто феноменально. Да, имейте в виду, что они там жужжаты, то есть вибрация постоянно идет. И вот эти ароматы, запахи, они тоже достают. Только надо сделать так, чтобы вы не с пчелами именно ночевали, а так сделали, чтобы пчелы к вам не попадали, вот где вы ночуете. То есть полок находится над ульями и закрыто попадание пчел. А то вы так можете раздразнить, и в конечном итоге будет излишнее количество вам лечебных доз, может быть, введено. Это точно. Давай дальше. Вот Литобор написал. Аркуин, а зимой как же? Они же спать должны. Дело в том, что зимой, во-первых, улья, они имеют определенную температуру, и иногда даже их уносят в какие-то закрытые места. Но я, например, не уверен, что зимой это можно использовать, но вот летний сезон вполне. Нет, почему? И зимой тоже пчелы на самом деле не спят. Это так общее понятие, что они спят. Они сбиваются в клубочек, в клубки, в гнезде, и сидят. Ну, как бы просто так вот трутся, там крылышками немножко шевеляют. И температуру поддержат одинаковую, чтобы было тепло внутри улья. Многие думают, да, что они заснули там, и такой храп там раздается. Нет, там постоянно гул идет, и пчелы поддерживают температуру, чтобы не замерзнуть. Да, в том случае, если холода на улице, некоторые переживают, вот сейчас замерзнут. Если нормальный улья сделан или борт сделан по всем правилам, то в том случае пчелы прекрасно в нем зимуют. Но некоторые создают условия специальные, такие вот, или погреба, или кто-то в колодцы опускает, или еще куда-то в подвалы, для того, чтобы вот пчелы перезимовали там. Но зимой лучше пчел не беспокоить, потому что любое беспокойство, оно вызывает раздражение. Клубок может распасться, температура может упасть. Поэтому зимой, в этом смысле, я говорю, что лучше их не беспокоить. Так, давай дальше. Сикор задает вопрос. Может ли пчелиный яд обострить тромбообразование в сосудах организма? Нет, он никоим образом не обострит тромбообразование. Я раньше уже говорил, что пчелиный яд препятствует, то есть, ухудшает свертывая кровь. Поэтому никоим образом тромбообразование он не увеличит. Вот именно если мы говорим о тромбообразовании. А вот такое заболевание у современных людей очень часто проявлено, это воспаление вен, когда тромбозы вся, когда вены наружу как будто вылезают, или прожилки такие крупные образуются, или уже прям вену четко видно. Пчел прямо на вот этот сосуд и ставить. На вот эти вот прожилки, на узелки. Прямо туда и ставить пчелу. Но есть же прям вены, которые вот уже хирургически рекомендуют удалять, когда они прямо аж торчат такими пупырышками. Ну, можно попробовать. Можно попробовать, но результат индивидуален, персонален. Попробовать можно, конечно. Но страшного ничего не будет. Не будет. Хорошо. Так, дальше вопрос от Олега. Как лечить гипертонию в ВИЧ современного времени с помощью пчел? На какие места ставить? Нужно понимать, чем вызвана гипертония. Можно ставить на область почек. Можно ставить на область шеи. Можно ставить на область, на сердечную область задней стороны. Можно ставить на ноги в проекции почечных каких-то зон. Можно ставить вдоль крупных сосудов артерий. То есть, там, со стороны спины в проекции прохождения брюшной части аорты, со стороны живота. Вот. Как бы так. То есть, в проекции крупных сосудов, в проекции области сердца, в проекции почек, в проекции печени, вот в области задней поверхности шеи. Вот таким вот образом. Аркуинон, интересно, написал здесь. А еще пчелы чувствуют людей с темными мыслями, низкими вибрациями. Активно их атакуют, аж жалят. Ценой своей жизни пытаются спасти. И также Олег отвечает ему. Аркуинон, что-то с трудом верится, что после массирной атаки пчел на человека с темными мыслями у него возникнут какие-то возвышенные чувства к своим спасителям. Представляю. Облепил рой. Бежит от него, отмахивается. И у него светлые мысли благодарности. Интересная картинка получается. Ну, что скажешь. Наблюдаются какие-то реакции на людей, которые как-то так нехорошо, то, что называется, вибрируют. Там мысли темные, или как-то себя ведут нехорошо по жизни. Или им, пчелам все равно. Я на этот случай могу ответить то, что люди обычно, которые плохо вибрируют, они и образ жизни поддерживают соответствующие. От них пахнет то табачным дымом, то каким-то спиртным. А пчелы не переваривают, не переносят на дух людей, от кого идет запах спиртного. И могут действительно начать его атаковать, лечить его, так сказать. Люди сильно, кто облил себя одеколоном с ног до головы, или женщины с духами, тоже подвержены атакам пчел. Женщины с распущенными волосами, тоже подвержены атакам пчел. А что касается темных личностей, которые подходят к улику, безусловно, я думаю, что пчелы оказывают на таких людей влияние, я имею в виду, чувствуют таких людей. И бывает действительно, к улику человек только подошел, и буквально там еще даже мига не простоял, его сразу ужалила пчела. Бывает такое, что на некоторых людей. Ну, вот по поводу того, там темные, не темные, не знаю, к моим уликам темные особо не подходят. Я их, в принципе, на то место, где я живу, я и моя семья, я их не пускаю, как бы стараюсь не пускать. По крайней мере, из тех числа тех, от кого знаю. Ну, а вообще, скорее всего, есть, да. Потому что темный человек, он отличается, как мы говорим, и вибрациями, и, скорее всего, строением электромагнитного поля своего тела. А пчелы видят нас вот в свете электромагнитных таких вот рисунков. Поэтому, я думаю, пчелы различают, у кого нормальное строение этих рисунков, у кого не очень нормальное вследствие их таких вот темных мыслей. Ну, значит, получается, отчасти Аркуинон прав, когда так сказал. Получается, что, вот смотрите, раньше же было, да, опростоволосилась женщина, да, то есть вышла с непокрытой головой, там, или без платка, или волосы как-то другим образом не прибраны. И такую пчелу, и такую женщину пчела, бац, тебе, зачем сюда пришла? Ну-ка, давай головной убор одевай или волосы порядок приведи. Выпил там, выпил человек, себя в животное превратил. Как говорят, человек же дуреет, когда употребляет эту дрянь. Ну, так вот, тена получай, не употребляй эту дрянь. Начал курить, да, на тебе получи, нечего здесь этим заниматься, сам себя травишь, так нас еще не тут травить. Или там дышать на нас тоже не надо. Или когда человек излишне, или женщина излишне себя обрызгивает какими-то пахнущими веществами, чела тоже напоминает о том, что это неестественно для человека, человек не должен так сильно пахнуть этой химией. Все-таки человек – это другое существо, более разумное. Опять бац, напоминание. Так что я согласен с Аркуиноном, здесь очень четко все сходится. Так что вот так вот. Так, дальше Аркуинон написал. Иногда заболевания пчеловодов можно посмотреть с другой стороны. Например, потребительское отношение к гармоничным Божьим созданиям и жажда наживы за счет их эксплуатации ведет к ответственности, заболеваниям. В области сердца расположена чакра благости, любви. Если же сердце поражается, значит, этому человеку нужно привить любовь к своему живому, а не корысть. Но, опять же, много здесь разумного есть. Кто знает? А может быть, так и есть. Так и есть, конечно. Ну, я говорю, а может быть, так и есть, да. Так, мягко. Давай дальше. Олег, пчелосемье надо 20-30 килограмм меда на зиму. По деньгам это 10 тысяч рублей. Пчелопакет стоит 2 тысячи рублей. Просто как писал Хапуги. То есть это говорит о тех, кто покупает, например, семью за 2 тысячи рублей, а потом просто их выдаивают и выбрасывают их на помойку. Вот это про отношение к пчелам. Давай что-то, может, от себя добавишь. Я еще посмотрю, что у нас по чату есть. Может, какие-то вопросы есть. Ну, давай. Я хотел сказать, что есть такое мнение, что пчела является продолжением живой природы. Что, по сути, пчела – это не насекомые, а орган живой природы, который занимается опылением, который занимается продолжением рода, поддерживанием жизни в живой природе. То есть такое вот интересное мнение, которое говорит о том, что пчела – пчела – это как бы не насекомые, а часть продолжения цветка или дерева, растения. Вот здесь продолжение. Лютобор пишет Аркуинон. А, может быть, банально вредные привычки присутствуют у этих людей, поэтому их и жалят? Так надо ответить, что вредные привычки у здорового человека, здорового во всех отношениях, не присутствуют. Разумный человек никогда вредные привычки в себя засовывать не будет. Даже если по глупости когда-то он сделал, он становится мудрее, он от них избавляется. Это еще один указатель на то, что дыма без огня в данном случае быть не может. Здесь дальше вопрос о сне на улях. Ему отвечают уже в чате, что это все было сказано. И даже потных людей атакуют. Ну так, дорогой мой, следи за своим телом, мойся вовремя, как про ежика, да? Сова, ручка чешется правая, к деньгам левая, ну там к чему-то еще, носик чешется к тому-то, лобик к тому-то. А вот тут, слушай, ежик, иди помойся. Вот, из этой же серии. То есть следите за собой, все будет хорошо. Вот. Мне пишут, Алексей, ты часто фразы с контекста выдергиваешь. Ну, иногда приходится выдергивать, да, чтобы большой текст не читать. Ну, я думаю, что от этого смысл не пропадает. Так, ну что же. Давай тогда, наверное, подводить итог сегодняшней нашей беседе. Что в заключении можно сказать нашим радиослушателям? В заключении можно сказать, чтобы не боялись лечиться пчелками, не боялись ужалений пчел, когда пчела вас кусает. Кстати, самый лучший способ постановки пчел, это когда пчела сама вас кусает. Пчела прекрасно видит и знает, куда нужно укусить человека, где у человека проблемное место. И, как правило, пчела кусает в наиболее болезненное место человеческого тела. Вот, к примеру, при лечении атеросклероза сосудов головного мозга на голове находится, на черепе методом простукивания, вот так вот пальчиком или надавливания находится самая болезненная точка. Именно в эту самую болезненную точку пчела и ставится. Так вот, и пчела сама, видя нас своим взглядом, смотря на наше человеческое тело, находит у нас наиболее уязвимое место и кусает туда, впрыскивает туда свой лечебный пчелиный яд, тем самым лечит нас. Еще я считаю, что это от богов такой промысел был, снабдить пчелу настолько полезным для человека веществом, что при впрыскивании его в организм человека, человек излечивался. Но, видишь, промысел такой, что и после этого пчела погибала. Но тут нужно еще понимать, что, возможно, не есть плохо, что пчела погибает. Ведь человек тоже в этой земной жизни лишь странник. И переход от одного состояния в другое, возможно, пчела, ужалившая человека, в следующем воплощении также станет человеком. Кто знает. И срок нахождения человека на планете не является мерилом благости. То есть, чем дольше человек прожил, тем он лучше. Или точно так же, чем дольше пчела прожила, тем для нее лучше. Это все понятие относительное и богами заданное. Поэтому считаю, что такой подход, он отчасти только человеческий и в некотором плане узкий, не охватывающий всей сути. Ну что ж, интересно у нас получился эфир. Не затянутый, довольно четко мы ответили на многие вопросы, как мне это показалось. И в заключение от себя вот что хочу сказать. Слояне всегда жили роем. То есть, то, о чем мы говорили сейчас, о пчелах, вот как раз оно было со свойством славянам. То есть, общиной, поддерживающей внутри себя определенные условия жизни, необходимых людей, группы людей, которые приносили пользу обществу. Часто мы слышим, что у славян нет своих средств массовой информации. Теперь такое СМИ появилось вот в лице нашего радио. И мне кажется, что если оно появилось, то давайте его будем вместе развивать. Давайте будем его делать лучше. Участвуйте всем миром, участвуйте в том, чтобы сделать его более качественно. Вы можете принять участие в передаче. Вы можете прислать какие-то песни. Вы можете прислать какие-то тексты. Вы можете сами их озвучить. Вы можете обработать музыку. Что угодно. Здесь вот для творчества вообще непаханное поле. Участвуйте. Но если считаете, что не можете участвовать таким образом, поддержите другим способом. Вот. И еще хочется отметить, что народное радио потому и народное, что существует для народа. И если народ не поддерживает такое радио, то оно само собой упраздняется. Если мы будем видеть поддержку, будем видеть то, что мы нужны обществу, то мы будем так же, как и прежде, работать не покладая рук ради того, чтобы заниматься просвещением, ради того, чтобы приглашать интересных людей, доносить какую-то информацию. Если же мы увидим, что такое радио не нужно никому, то в этом случае, наверное, и продолжать существование такое радио не будет. В связи с этим мы проводим опрос на сайте. Пожалуйста, если вам это не безразличная тема, то зайдите на наш сайт, славомир.орг. Там есть такой желтенький вкладыш, на котором написан опрос. И выберите вариант ответа, который вам на сегодняшний момент более подходит. В этом случае мы хотя бы будем видеть реакцию и иметь ответную обратную связь. Ну что ж, напомню, что сегодня мы рассматривали лечение пчеловых жаленем. Главный соведущий Рерат Захар Белинский. 15 октября 2015 года, четверг, 24-й день Мисса Божественного Начала, 7524-го года от створения Мира в Звездном Храме. Тритейник. Я благодарю Рераду за участие. Всех благодарю за активное участие в чатах, за интересные вопросы и переписку, которая наталкивает нас на определенные мысли. И желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Всем доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»